Вы когда-нибудь видели такую собаку в Индии? И на этой тряпочке спала собачка. И так все оставили в память о собачке этой. Это была, можно сказать, член их семьи уже, этот пес. Индийский флаг, который находится в центре Дейли. Это маленький сок считается, это за 40 рублей. Цветомузыкальный фонтан. Берут вот это все, вот это все и в рот запихивают вот все вот это. Все такое красиво светится, все подсвечено. Отдайте мою руку. Это 10, но что-то он как бы такой. Не совсем даже чай. Это Levi's магазинчик. За эти 5,5 месяцев я забыл, каково это жить во Владивостоке. В общем-то, я люблю приезжать в Индию и уезжать. Привет, друзья. Намасте. Здравствуйте, это Олег на канале India Magic TV. Сегодня 440-ое видео моего индийского блога. Последний вечер в Дейли. Последняя прогулка по Канат Плейс. Интеллигентному району столицы, который находится на самом деле рядом с Мейн Базаром, но являет его почти полную противоположность. Это Канат или Канаут Плейс. Назван этот район был в честь британского принца, герцога Канаутского. Принц Великобритании Артур Уильям Патрик был третьим сыном королевы Виктории. Он был герцогом Канаута, совсем маленького графства Великобритании. Район назвали в честь британского герцога и впоследствии в языке хинди, в индийском произношении это слово превратилось из Канаут в Канат. Мы с вами сходим, прогуляемся на Канат Плейс. Не хочется сидеть в гостинице и не хочется мне никуда ехать на метро сегодня. Нет желания мне кататься далеко, но на Канат можно сходить. Хорошее место для прогулок, для съемки. Там станция New Delhi Railway Station, Пахарган. А это вот, смотрите, друзья, вот это здание за деревом. Это паломнический, буддистский, тибетский паломнический центр. Вот, смотрите, вот это люди приехали все. Это их багаж. Огромное количество сумок. Они сюда приехали. Видимо, с самолета. Видите, много людей приехало. Паломники, буддисты. Прилетели откуда-то. Все-все сумочки с бирками самолетными. День понемногу подходит к концу. Мой вот этот предпоследний уже день в Индии. Грустно. И вот сейчас я почувствовал, что я уезжаю. Почему-то только сейчас до меня дошло вот здесь, в Дели, на закате. Ну, не сказать, что это последний закат в Дели. Завтра самолет у нас вечером. Уже после заката в 7.40. И завтра будет последний закат в Индии. Смотрите, какое красивое дерево. Большое. С прекрасными красными цветами. Я иду очень медленно. Я устал за сегодня. Хочется лечь поспать. Но я не буду спать здесь сейчас на закате. Это самое мистическое время. Я уже много раз об этом говорил. Это первый день. Может, даже первая неделя. Особенно первый день в Индии. И последний день. Это самое мистическое время здесь. Вы ощущаете вот это окончание или начало нового сезона. Новые поездки, новых впечатлений. И окончание. Каждая поездка, это как маленькая жизнь. У нее есть начало, продолжение и окончание. В общем-то, я люблю приезжать в Индию и уезжать. Вот такой режим, когда вы приезжаете и уезжаете, он вам дает больше эмоций, чем если бы я все время находился здесь в Индии. Потому что человек ко всему привыкает и все это становится уже в порядке вещей. Я уже, в общем-то, я забыл за эти пять с половиной месяцев, я забыл, каково это жить во Владивостоке. Честное слово, я забыл об этом. И если бы я не разговаривал на камеру постоянно, я бы, наверное, уже так начал бы подзабывать родной язык. Потому что начинается уже такое мышление на английском немного. Через пять месяцев это такой порог, когда вы привыкаете к языку. Невообразимо толстая собака, друзья, смотрите. Вы когда-нибудь видели такую собаку в Индии? Какая хорошая собака. Good condition dog. Вот это общественный туалет дылийский. По всему городу таких очень много туалетов. Это государственный бесплатный туалет. Вот он. Это знаменитый перекресток, который трудно переходить. Здесь есть светофор, но вот этот промежуток, когда можно переходить улицу для пешеходов, он очень-очень короткий здесь. А ждать этого промежутка приходится долго. Во, зеленый загорелся. Надо бежать, потому что сейчас он уже через несколько секунд сменится на красный для пешеходов. А вот это, друзья, здесь как раз на перекрестке находится мой любимый чай-шоп. Ну, фактически, это не просто чай-шоп, а, такое маленькое кафе. Здесь и кофе есть, и чай, и фруктовые соки. И сейчас я здесь попью ананасовый сок, свой любимый. Очень хороший и недорогой магазинчик соков здесь. Намасте. Я хочу один пейнепл-жуц. Да, пейнепл-жуц, нет айс. И 40-60. 40, 40, хорошо, ты хорошо. 40 рупий, вот такой большой стакан, это 60, самый большой, огромный просто стакан. У меня и так желудок полный, я за 40 у него закажу. Пью, всегда пью, это очень старое место, оно давно здесь. Сколько я езжу в Индию, это место все здесь всегда было. Очень вкусный чай здесь и хороший кофе. Вот из этой машинки делается все вот с помощью пара, заваривается чай. Специфика такая. А вот здесь жила собачка раньше. Очень долгое время жила собачка здесь. Вот здесь она спала, эта собачка. А сейчас ее уже нет. Несколько лет собаки нет. Она здесь была всегда, с самого моего первого приезда. С самого первого приезда. Нету, умерла собачка. Говорят, она тело оставила. Уже лет, года 4 нет ее здесь. А вот это место, где она жила, и тряпочка, на которой она спала, а там все осталось. Да, вот интересно. Они оставили. Вот эта тележка перевернутая, она так и стоит, вон, пристегнутая, видите. И на этой тряпочке спала собачка. И так все оставили в память о собачке этой. Это была, можно сказать, член их семьи уже, этот пес. Он делает мой сок. Сейчас уже сделает его. А я вон туда. Нет, там заняты все сидушки. Но ничего. Thank you. Вот. Вот какой сок, друзья. Это маленький. Это маленький сок считается. Это за 40 рублей. Так, куда бы мне встать. Вот здесь я встану сейчас. Тут уже какие-то офисы красивые. Я сейчас из Индии уеду. Завтра. Завтра уеду из Индии. И уже до следующего приезда, друзья. Вот такого сока я не попробую. Это 100%. Рису я поем, конечно. Италии я могу сам себе сделать. А вот такой свежевыжатый сок из ананасов, это невозможно во Владивостоке. Тем более за 40 рублей. О, смотрите. Сейчас буду проходить чистильщика ушей. Этот парень чистит уши, видите. Как классно. Здесь очень много этих ребят. Чистильщики ушей. Профессия. Кем работаешь? Чистильщик ушей. Очень хорошо. Хорошая специальность. Вон оно, друзья. Заходящее солнце. Солнце заходит. И с ним заканчивается мой предпоследний день в Индии. В загадочной и интересной стране. Здесь есть вот такие скамейки, на которых можно посидеть. Почему бы мне не посидеть и не помедитировать? Вон, солнышко светит. Видите? Заходящее солнце. Светит через деревья. Очень романтично. А у нас сейчас холодно. Наверное, минус во Владивостоке. Еще и снег выпадет обычно. В марте выпадает снег. Его может не быть всю зиму. А в марте завалит все по колено. Так что и из дома не выйти. А здесь вот такое самое благостное время. Самое приятное. Золотое время. Здесь в Дели. Здесь в Дели. Здесь на севере Индии вообще. Мои друзья из Одессы. Олег и Алина поедут завтра сюда. А тоже в Дели отсюда. Сразу же уедут на север дальше. В Ришикеш. Я очень им завидую. На самом деле я хочу в Ришикеш вернуться. Сейчас самое время в Ришикеше. Ганга. Не надо мне чистить эти шузы. Все равно они через 10 минут будут уже снова пыльные. Здесь такой климат. Они еще и черные у меня. Вот так вот. И я брожу по канатам. Так и называют их канаты. У нас в жаргоне таком. Канаты. А вообще канат place это называется. Центр Дели. Самый центр Дели. Ну, я считаю, что это центр. На самом деле трудно сказать, где же центр Дели. Возможно, центр такой административный. Это место, которое называется Central Secretariat. Центральный секретариат. Это государственное, такое правительственное место. Там находится дворец президентский. Наверное, резиденция премьер-министра. Там парламент индийский. Все, видимо, вот там находится. В этом месте. Это остановка метро Central Secretariat. О, какое замечательное солнце. Давайте постоим здесь. Сурья. Сурья. Мистический закат в Дели. И там индийский флаг. Смотрите, это индийский флаг, который находится в центре Дели. В этом парке. Это центральный парк. Central Park называется. О, кстати, давайте сходим в Central Park. Даже можно сходить. Я смотрю, там вот люди гуляют по этому парку. Может, там как что-то происходит. Там бывают всякие представления актеров, музыкантов. Это центральный парк. А под ним находится метро. Станция метро Радживчовк. Радживчовк. Это самый центр метро индийского. Как раз здесь ветка та, которая была построена в первую очередь. Когда построили индийское метро, было всего две ветки. Сдали метро с двумя ветками. Синяя ветка и желтая. Это вот одна из них здесь находится. Радживчовк. Центральная станция. Я нахожусь в центральном парке, друзья. В центре Дели, недалеко от Мейн-базара. На самом деле отсюда километр. Вот я пока шел с Мейн-базара. Примерно километр я прошелся. И вот это место находится в километре. Вот моего дома временного здесь. Можете сходить в этот парк. Погулять. Вот будете в Дели жить на Мейн-базаре, знаете. Кто новичок в Индии, вот знаете. Друзья, что здесь есть такой парк. Приятный. Раньше здесь обыскивали на входе, я помню, было так. А сейчас никто не обыскивает. Никого нет. Просто заходишь и все в этот парк. Последний раз мы сюда приходили с Мишей и Риной. И здесь был фестиваль. Какой-то фестиваль, посвященный выборам индийским. Он назывался фестиваль демократии. Ну, индийцы тоже не любят. Индийцы ленивые, поэтому они особо не любят ходить на выборы. И вот был такой фестиваль демократии, где людей призывали ходить на выборы. Вот сколько людей. Там был такой девиз. Один человек, один голос. Призывали всех ходить на выборы, участвовать в политической жизни. Здесь было много разных павильонов от каждого штата. Интересное такое было, колоритное все. Где-то есть видео у меня с этого фестиваля, друзья. Ну, вот вы сами видите, да, как здесь. Просто люди приходят, отдыхают, сидят вот так на травке. Это какой-то амфитеатр такой по центру этого места. А вот подо мной, подо мной сейчас, это станция метро Радживчовка. Я иду, можно сказать, по крыше станции метро. Хорошая станция. Там есть несколько кафе, где можно попить капучино. Поесть всякие пирожные сладкие, вкусные. Вот на этой станции, на центральной. Единственное, чего там нет, по-моему, там туалета нет. А может и есть. Наверное, уже есть. Это вот когда раньше я там ходил, помню, искал, не нашел. Сейчас, по-моему, уже есть. Туалеты построили в метро. У них такая тема сейчас, фишка. Везде строят туалеты бесплатные, государственные. Ну, фактически здесь ничего нет в этом парке такого интересного. Просто место, где можно погулять. Сейчас, в данный момент, ничего не происходит. Никаких мероприятий, никаких фестивалей. Просто люди приходят посидеть. Вот, смотрите, какой Дели. Сзади меня там дома. Это офисы банков, каких-то коммерческих учреждений. Вон тот район. Вот тот, справа от меня, слева от вас, получается. Здесь парни, вот у них хорошие фотоаппараты, они фотографируются. Это такое место тусовки. Среднего класса Индии. И таких продвинутых молодежь тут. И не только молодежь. Все интеллигентные, такие современные. Интересно. Я вот просто гуляю. Ну и, видимо, можно вместо того, чтобы вокруг вот так идти по этому Канат Плейсу, если вам нужно на противоположную сторону, то, скорее всего, можно просто пройти через парк. Да. А по центру парка, вон этот, индийский флаг. Тогда, когда мы были с Мишей и Ириной, вот здесь, вот видите, вот здесь в центре этого амфитеатра, здесь была сделана сцена, большая сцена. Аппаратура стояла хорошая, качественная. И был концерт. Разные коллективы, разные группы. Танцевальные группы, потом просто музыканты выступали. Был фестиваль. Вот где флаг, в этой стороне, вон там большое здание такое красивое. Ну, не очень высокое, но широкое здание. Там находится как раз район Джанпад. Джанпад. Мы с вами там были. Там еще есть памятник Льву Толстому. И улица там, вот тоже улица, около этого памятника, называется улица Толстого. Толстой Марг. Может, вы помните, там есть кафешка такая хорошая, классная кафешка, около памятника Толстому. А там продают смузи. Вот она как раз и называется как-то, что-то там связанное со смузи. Там есть это слово в названии. И большой выбор вот этих смузи. Ну, я надеюсь, что вы знаете, что такое смузи. Это такие соки с мякотью. Перетертые в блендере фрукты с добавлением разных наполнителей. Может быть, шоколад или даже мороженое, еще что-то. Чай, чай, панчет. Парень продает чай. Дома сварил, просто сварил дома. Налил в термосы и носит, продает. Я не хочу чай. Надоел мне уже чай. Чай это как раз то, что я могу спокойно делать у себя во Владивостоке. По чаю-то я точно уже скучать не буду. А вот по свежевыжатым сокам я буду скучать. Это же жизнь, свежевыжатые соки. Я когда жил в Гакарне, я фактически питался этими соками. Там очень дешево. Ах, намасте. От ребята современные. Тут, видите, парень с девушкой. Современные молодые индийцы. Будущие нации. Наверное, айтишники какие-то, скорее всего. Они очень любят индийцы. Вот эти все технологии компьютерные, программирование. Я тоже это люблю. Интернет у них расширяется. Становится все дешевле и дешевле вот этот доступ. Мобильный интернет. Никто не пытается оградить Индию от мирового интернета. Через интернет приходят в страну новые технологии. Через интернет приходят в страну деньги. Люди, многие индийцы, работают на аутсорсинге. Они могут сидеть здесь, в Индии, работать в Америке, в Майкрософт, в Интел, еще где-то. Зарабатывать доллары и привозить эти деньги. Они их там зарабатывают на аутсорсинге, а тратят в Индии. Получается, страна богатеет. Деньги поступают в страну. Я считаю, что интернет – это величайшее достижение. Много проблем, конечно, в современном мире, но вот интернет – это величайшее достижение. Там начинает работать фонтан музыкальный. Светомузыкальный фонтан. Пока еще света нету, потому что еще светло на улице. Я думаю, сейчас немного стемнеет, и они включат подсветку этого фонтана. Почему-то он пока что черно-белый, вот такой, просто вода. Но все равно интересно. Видите, все-таки что-то происходит. Даже нет никакого фестиваля, но что-то происходит, всегда что-то происходит. Классно, классно, друзья. Меня не замочит этой штукой, интересно. Я убежал, успел. Вот по этим лужам видно, куда попадает вода, а куда нет. Вот здесь не попадает вода. Субтитры сделал DimaTorzok Так, здесь я не выйду. Закрыто. Похоже, придется возвращаться туда, откуда я пришел. У них тоже любят закрывать двери, видите. Вроде ворота есть здесь, выход, а он закрыт. Там где-то я зашел, по-моему, вон там, с той стороны. Вот он, выход. Я к нему пришел, в конце концов. Да. И здесь уже загорелись неоновые огни магазинов, этих бутиков на Канад Плейс. Здесь много, огромное количество дорогих магазинов. А я что-то даже купил здесь. Эту кофту, такую худи, худи, вот такую же с капюшоном я купил. С американским флагом. О, мне понравилось. С американским флагом. Здесь на распродаже, вот в одном из магазинов, я уже не помню в каком. Там в три раза была оценка. Вот такие здесь бывают скидки. Это вообще британская традиция. В Лондоне всегда вот эти сезонные распродажи. И здесь тоже они сделали. Такие магазины красивые. Биба. Знаете, что такое Биба? Я понятия не имею. Здесь можно календарики купить. Очень красивые, кстати. И картинки. Бэтмен. Чигевара. Уолл-стрит. Представляете? Уолл-стрит ресторан. Обувь дорогая. Но везде 50% вот скидочки. Вот магазинчик хороший. Смотрите, красивый. Узкий, длинный магазин. Обувь и одежда спортивная. Там рюкзаки большие. Наверху. Отдайте мою руку. Прошли корейцы. Это Левайс магазинчик. Я здесь что-то покупал когда-то. Мне нравится эта фирма. Обалденные штаны. Вот Левайс точно покупаешь. Свой размер. И они как влитые сидят. Эти штаны. Любые. Машут. Видят, что их снимаешь и всегда машут. Люди. Вот это меня поражает в индийцах. Мне нравится. Ты их снимаешь и они увидят. И машут тебе. Машут. Привет. Молодец, что снимаешь. Никто не ругается. Ну, бывает, конечно, иногда. Ну, крайне редко. Ремешки легкие. Моя последняя прогулка по канат-плейсу. Это уже точно. День сегодня предпоследняя прогулка по канатам. Конечно, последняя. Завтра мне уже будет не до прогулки. Здесь. Смотрите, сигары продают. О, сигары. Найс. Сигары. Смотрите, какой красивый экран рекламный. А здесь зарядочки. Видите, много USB-портов таких. Хух-хух-хух. Можно телефончик свой зарядить здесь, если он у вас вдруг сядет. Или видеокамеру вот эту, как у меня. Можно подзарядить. Если батарейка вдруг разрядилась. Вот парень продает чай. Чай. И к чай. Вот так пью чаек, друзья. Чаек не очень. Напоминает то, что в поезде дают. Чаек. Точно такой же, как в поезде носить. Но подгреть горло хорошо. На самом деле здесь можно хороший чай попить. По 30 рупий где-то я видел. Это 10. Но что-то он как бы такой. Не совсем даже чай. А вон Sony центр. Когда-то я там покупал фотоаппарат. В 2009 году я здесь покупал фотоаппарат Sony зеркалку. Sony A200, по-моему, она называлась. Но я ее потом благополучно продал. И даже довольно выгодно. Потому что здесь тогда... Здесь тогда было для нас дешево. Но, но, но. Здесь тогда было для нас дешево. Потому что курс доллара был такой удобный. Рупия стоила в два раза меньше, чем рубль. Но сейчас... В общем-то невыгодно здесь покупать технику стало. Она дороже. Сейчас здесь техника дороже, чем в России получается. С нынешним курсом рубля. Фух, чай просто отвратительный. Просто было жалко вылить его. Ну что, зайдусь сюда. Да, ценнички на батарейке, однако. Экспенсивные батарейки. Для этой камеры? Может быть... 2500, да? Так вот. Нет? Нет? Вот такой магазинчик классный Sony. Ну, что-то дорого. Что-то я смотрю не очень. Вот наушники хорошие, в принципе. Хороший магазинчик. По магазину Sony я могу бродить вечно. Я очень люблю технику Sony. Смотрите, вот колонки. Они очень тяжелые. Это значит, что качество хорошее. Колонка должна быть тяжелой. Ну и продолжаем гулять по Канад Плейс. Не хочется мне домой идти, ложиться спать. Как-то, знаете, такое открывается второе дыхание уже. К вечеру. Если вы устали за день, вот у вас такое... Сначала бодрость, вы не чувствуете усталости. Когда вам ехать куда-то надо, у вас адреналин, да, все это вырабатывается адреналин. Нервная система на подъеме. Потом наступает реакция, когда вы приезжаете. Немного расслабились, поели. И вы чувствуете такой упадок сил. Хочется лечь поспать. Но если немножко походить вот так, погулять в это время, не дать себе уснуть. Открывается второе дыхание. И снова не хочется спать. Вот у меня так. Везде вот эти зарядки. Центры зарядки. Совмещенные с большим красивым... Красивым экраном рекламным. Вот время 18.35 сейчас. 24 градуса тепла. Вот в данный момент здесь плюс 24. А вот это паншоп. Как раз то, что вот они жуют, вот это вот красное. Паншоп. Вот это жуют. Берут, берут вот это все, вот это все. И в рот запихивают вот все вот это. И жуют долго. Руплевывают. Слюна становится красной. Отвратительная штука. На самом деле. Пиццерия. Вот, пожалуйста, пиццерия. Популярное место. Смотрите, там много людей внутри. Вон, сидят молодежь. Красивые молодые индийцы. Все сидят, отдыхают. Смотрите, какие красивые девчонки там. Обалденные. Обалденные. Здесь продают рубашки. Магазин рубашек. Галстуки вот. Галстуки по 300 рупий. Вот галстуки. Но мне, я не ношу их вообще. Не ношу никогда. Красивый магазин Apple. Вау, это же Apple. Даже заходить не буду в Apple. Смотрите, какие красивые сумки. Магазин дорогих сумок. Ага, это пошел участок сумок. Вот такие сумочки. Зира, Зира. Дорогая фирма. Зира это. Наверняка вот такой вот чемодан на колесиках. Там замочек, видите, кодовый. Наверняка такой чемодан стоит 1015 или 20. Ресторанчик хороший, красивый. Ресторанчик. А, это Starbucks. Starbucks. Я не сразу прочитал название. Это магазин сувениров, видимо. Смотрите, здесь все такое красиво светится. Все подсвечено. Мотоцикл, часы. О, я бы себе домой такие купил часы с мотоциклом. Прикольно. Хоть я и не любитель мотоциклов особо. Но нормально. Вот еще магазин этих жевательных принадлежностей. Пан-шоп. Пан-шоп. А это что такое? Вот это. Вот и здесь. О, это ночной клуб, друзья. Вот, смотрите. Ночной клуб. Кто-то спрашивал про ночные клубы в Индии. Вот они. Вот они. Вот ночной клуб. Блюз называется. Это музыкальный даже клуб. Здесь можно послушать блюз в живом исполнении. Вот, смотрите. В баре расценки. Джин, водка. 99 рупий. Водочка за 99 рупий. 100 грамм, наверное. А, какой магазинчик. Смотрите, это мамошки. Мамошки, мамошки. Варенички, пельменьки. Мамошки. Книжный магазин. Здесь люди читают книги. Тоже. Нация читающая. Смотрите, книжный магазин. Довольно большой. Вот такой. Запах, друзья. Запах книжного магазина. Я уже забыл этот запах. А вот он здесь. Вот именно такой, который был в наших, во всех книжных магазинах всегда. Вот кафе Art House. Очень интересно. Это реально Art House. Действительно Art House. Смотрите, какой дизайн. Но там никого нет почти внутри. Никого не видно. Что бы это значило? И выходит клавиатура. В виде звука. Art House Cafe. Вот. Так это выглядит. Красиво. The Art House Cafe. Очень красиво сделано. Очень красивая вывеска. И там картины. Там картины. Да, да. Красиво. Очень красиво. А это что? Маленькая какая-то? Маленький магазинчик. А, вот можно посмотреть, как там внутри. В этом Art House. Видите? Вот. Вот так. Art House Cafe. Я вижу, там европейцы сидят. Парень с девушкой. И украшено картинами. Здесь просто магазин. Футболки продают. Продолжение в следующем ролике. Много видео я наснимал в последний день. Подписывайтесь на канал India Magic TV, друзья. Оставляйте ваши комментарии. Вступайте в нашу открытую группу в Facebook. Ссылочку найдете в описании. Также там есть мой профиль Instagram. А я, как обычно, с вами на этом не прощаюсь. Конечно же. Всех благ. Намасте. Субтитры сделал DimaTorzok